Приветствую друзья! Добившись довольно внушительных результатов в области наушников, компания Кенера в лице своего подбренда Celeste взялась наконец и за их логическое дополнение мобильные ЦАПы. По начинке CD1 прямо скажем звезд с неба не хватает. Это классический чип производства Realtek. Ну а что у них получилось в плане качества и непосредственно звучания, в этом нам и предстоит сегодня разобраться. Собственно, поехали! Поставляется ЦАП в небольшой картонной коробке с наименованием бренда и списком из технических характеристик. Где я бы отметил довольно спорный для подобных решений ультрабюджетный кодек Realtek ALK 5686 с поддержкой разрешения до 32 бит 384 кГц и тоже невероятно скромные 30 мВт мощности на 32 Ом нагрузки. Заменить такой аппарат может разве что комплектный переходник с Type-C на трех с половиной миллиметровый разъем. В комплекте же здесь вообще ничего нет, кроме непосредственно самого устройства. Корпус ЦАПа небольшой, примерно с двухрублевую монету. Он полностью выполнен из металла и не имеет вообще никаких сочленений. Монолитная такая конструкция с напоминающей винил текстурой. Из функциональных элементов здесь расположен Type-C вход и классический уже выход на три с половиной миллиметра. Особого нагрева при работе я лично не заметил. В паузах слышу абсолютную тишину и на радость многим данный девайс поддерживает гарнитурный блок. Потребляет же девайс очень гуманно. На 5 вольт приходится всего 0,023 ампера. Что как для такой мощности даже слегка многовато. Но на батарею нагрузка крошечная, так что ЦАПом вполне можно пользоваться. Тем более, что в нем ничего со временем не перегнется, не перетрется и котом погрызано быть не может. Еще одно важное уточнение. Без подключенных наушников ЦАП не работает и даже не определяется в системе. Драйвера под Windows я не нашел, однако к его работе на данной операционной системе у меня вопросов нет. Выбирайте любой эксклюзивный режим в эсэпи и наслаждайтесь максимально чистым и точным звучанием. На андроид и айос девайс также работает, причем в том же самом битперфект режиме. В дополнительный плюс вынесу поддержку доступа к аппаратной громкости устройства. А в минус, что определить параметры этого устройства программное обеспечение от Onkyo не смогло. Такое я уже встречал, но крайне редко. Благо Windows с этим порядок. 32 бита, 384 кГц. Все как и было заявлено. Ни о каких DSD и MQA естественно здесь даже речи быть не может. Только PCM. С измерениями всплыла еще одна странность. И это с учетом, что в качестве источников для них выступало сразу несколько смартфонов и ноутбуков. Тесты я, как и всегда, проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на АЦП и Ванда Космос. Так вот, все положения при тестировании со смартфона и ноутбука оказались в пределах погрешности, кроме двух важных пунктов. Уровень шума на ноутбуке был значительно выше, но при этом хорошее разделение каналов. А на смартфоне, наоборот, отличный уровень шума и просто ужасающее разделение. Все сводные таблицы я вам, конечно же, приведу. В результате было сделано какое-то просто адское количество измерений и все они, как две капли воды, похожи друг на друга. В чем же проблема? Доподлинно неизвестно. Думаю, это связано с драйверами. Не зря же софт на смартфоне не смог определить параметры устройства. Кроме того, смартфоны дают непонятный всплеск на 50 Гц и довольно шумную шумовую полку. Все это, конечно, далеко за пределами человеческого слуха, но все-таки. Зато динамический диапазон здесь очень хороший, а гармонические искажения имеют пики ниже уровня минус 115 дБ, что в процентном соотношении составляет всего 0,38%. Что, как для чипа Realtek, просто сногсшибательно. Ну а интермодуляционные искажения могут похвастаться уровнем в минус 119 дБ. В результате все очень достойно, но не без странностей. Взаимопроникновение каналов на смартфоне просто кошмарное и это можно видеть на обычной записи. Красным я отметил моменты, где должна быть тишина и приведу еще правильный экземпляр, записанный на ноутбуке, где тишина это присутствует. Выводы делайте сами, но я бы для смартфона этот девайс, наверное, использовать не стал. Причем чип тут совершенно не виноват. У меня уже был обзор ЦАПа ровно на таком же железе и там все куда чище в плане шумов и лучше во взаимопроникновении каналов. По подаче же это очень чистый, детальный и даже немного агрессивный звук, способный потягаться с моделями не только из своего ценового сегмента, но и немного дороже. Для начала я сравнил его со встроенным в мой ноутбук MSI решением от этой же компании. В результате огонь и вода – совершенно разные подходы. И если CD1 был очень собранным, драйвовым, с уклоном в точность прорисовки всего музыкального полотна, то на компьютере звучание было гораздо сочнее, объемнее, глубже и в акустическом смысле приятнее. После чего лицом к лицу сравнил герой обзора с не так давно вышедшим темпотек Sonata BHD Pro естественном на 3,5 мм выходе. Вот здесь разница оказалась уже не столь существенной. Подача у Sonata заметно мягче, отчего высокая четкость Celeste местами даже кажется выигрышнее. Но из-за более высокой мощности, подчеркнутой мелодики и так сказать насыщенности звучания, герой обзора кажется немного пресным и тамбрально беднее. С другой стороны сказать, что наш ЦАП прямо сильно проигрывает или играет намного проще и хуже, я тоже не могу. Все здесь нормально. А если вы еще являетесь ценителем всего чистого, хлесткого и наделенного высоким разрешением, то уверен, что выбор ваш пойдет именно на CD1 несмотря на то, что в нем установлен бюджетный Реалтек. Единственное сразу прикиньте его выходную мощность к требованиям ваших наушников. Пусть в интернете до посинения пишут о том, что 15 мВт хватит для тугих 600 Омных моделей. Все это неправда. Вернее, звук там конечно какой-то будет. Возможно даже хватит громкости. Но как все это будет звучать? Совсем другой разговор. Да и на раскрытии потенциала всех более-менее тугих наушников можно смело ставить крест. Все лес созданный для низкоомных, очень чувствительных, внутриканальных решений и ничего большего. Разбирая по частотам хочется отметить просто превосходную глубину низких частот с высокой скоростью нарастания и великолепной текстурностью. При этом середина здесь четкая, выразительная, с хорошим акцентом на микродинамики и тоже чуть ли не досконально прорисованная. Инструменты звучат чуть ли не лучше, чем живые. Однако непосредственно баланс частот тут слегка перегнут светлую сторону. Получилось ярко, зажигательно, но немного утомляюще. Слушать такое долго я лично не могу. А уменьшая громкость, ЦАП мгновенно тухнет и становится неестественно блеклым и скучным. То есть слушать CD1 надо именно громко. Что, как вы понимаете, далеко не всегда можно назвать хорошей идеей. В целом, конечно, ЦАП показал себя на отлично. Однако все его достоинства являются другой стороной его же недостатков. Это Реалтек, друзья. Чего вы хотели? В плане стилистики у меня к аппарату никаких вопросов. Нет. Слушал на нем джаз, рок, классику, металл и много других жанров. Везде все было в принципе нормально. За исключением уже описанных мною нюансов. Если судить звук совсем уж строго, то в случае оркестра некоторые тембры из задних планов неправильно позиционировались. Проявляясь то чуть спереди, то посередине. Но за 25 долларов ждать в этом плане чего-то прямо впечатляющего было бы уже совсем наивно. Для большинства же меломанов между Celeste CD1 и 3,5 мм разъемом Sonata BHD Pro особой разницы не будет. Не исключаю даже тот факт, что герою обзора понравится им даже больше в силу своей высокой четкости и подчеркнутого разрешения. Особенно его оценят рокеры, металлисты и любители различной агрессивной музыки. Итогом мобильный ЦАП Celeste CD1 приятно выглядит. Почти ничего не весит, мало кушает, поддерживает гарнитурный блок с микрофоном, но при этом имеет очень спорное решение в качестве чипа конвертера и чуть ли не базовый уровень усиления. Подключать к нему можно только легкие на раскачку внутриканальные наушники. Кроме того, непонятной мне оказалась проблема со взаимопроникновением каналов на смартфонах. Возможно есть бренды, с которыми все нормально, но с Samsung аппарат очевидно не дружит. По подаче же это чистое, очень четкое, практически прозрачное звучание с хорошим таким уровнем яркости, драйва и уклоном в прорисовку материала. Да, ничего волшебного. На оркестровой музыке отовсюду торчат хвосты. Но для любителей всякого агрессивного такое решение вполне может показаться даже интереснее устройств на более дорогих и солидных чипах. Не совсем то, что я люблю, но Realtek реально порадовал. Я ожидал куда более скромных результатов. Экономным и не слишком придирчивым меломанам можно присмотреться. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Celeste CD1. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok